Помимо встреч в районной больнице и Центре соцзащиты, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов пообщался с ветеранским активом Юго-Одесской области. О своих проблемах и путях их решения Сергею Кивалову рассказали представители ветеранских организаций Болградского, Измаильского и Риннийского районов. И еще одна важная составляющая часть визита – посещение Болградского Спасопреображенского собора. Более подробно в материале репортера. В программу визита лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова в Болград также вошла встреча с представителями ветеранских организаций воинов-интернационалистов. Ранее Одесский областной союз ветеранов Афганистана подписал меморандум о сотрудничестве с Украинской морской партией Сергея Кивалова, который предполагает совместное участие в выборах в местные советы. Вместе с воинами-интернационалистами Сергей Кивалов принял участие в возложении цветов в память погибших в Афганистане и других зарубежных конфликтов. Вы исполняли, как всегда, мы воспитывали и своих детей, и на ваших подвигах воспитывали все поколение. Выросло это поколение, но пытаются сейчас переписать историю. Я считаю, что это несправедливо, неправильно. Мы всегда гордились и гордимся мужеством, которое проявили наши воины, мужеством, которое вы проявляли в свое время, исполняя интернациональный долг. Благодаря Сергею Васильевичу Кивалову и при поддержке морской партии сегодня состоялась такая встреча с ветеранами. Возложили цветы, почтили память погибшим в Афганистане и других зарубежных конфликтах. Хотелось бы сказать, что Сергей Васильевич делал и делает сегодня многое для особенно ветеранов, особенно по социальной защите. Кроме болградцев, на встречу с Сергеем Киваловым также приехали представители Измаильского и Ренийского районов, которые поделились своими проблемами и представили свое видение их решения на местном уровне. Мы подписали 20 июня меморандум между Украинской морской партией Сергеем Киваловым и Одесским областным союзом ветеранов Афганистана. И решили идти сообща на выборы в местные советы, это районные, городские, областные, дабы с честью и достоинством защищать интересы не только наших, как участников боевых действий, но и наших горожан, которые в этом нуждаются. Визит лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова в Болград был приурочен ко дню города. 25 августа столица Бессарабия отметила 199-ю годовщину со дня своего основания. Вместе с партийным активом Сергей Кивалов возложил цветы к памятнику основателя города генералу Ивану Инзову, которого очень почитают болградцы. Считаю, что только Украинская морская партия во главе с Сергеем Васильевичем Киваловым может изменить в корне ситуацию не только в районе, в городе, но и в области. Более того, как руководитель подразделения, который занимается помощью людям, с ограниченными возможностями, людям, с проблемами в жизни, я свою деятельность непосредственно связываю по социальной защите людей с ограниченными возможностями. Также команда Украинской морской партии вместе с воинами-интернационалистами посетила одну из главных достопримечательностей Болграда – Спасопреображенский собор. Храм был построен еще в 1933 году. Историческое место десятилетиями радовало местных жителей и приезжих. Но в 2012 году там случился страшный пожар, который уничтожил купол и практически все, что было сделано до этого. Реставрационные работы закончили в прошлом году. Потрясающее украшение этого города – это собор, который стоит на площади, вот за моей спиной. Мы знаем хорошо историю этого собора. Год назад чуть больше я был здесь при освящении, при восстановлении этого собора вместе с митрополитом Одесским, Измаильским, Агафангелом, Ануфрием и многих священнослужителей, народных депутатов. Сергей Васильевич Кивалов, несомненно, является одним из величайших примеров гармоничного единства духовности, образования, культуры. О нем знают все в нашей церкви, в нашей епархии. О нем знают наши люди, даже которые далеки от церкви, потому что его учебные заведения – одни из самых лучших, и учиться в них – это честь. Пусть то движение, которое сегодня возглавил Сергей Васильевич, пусть оно будет под покровом Божьим. Представители Украинской морской партии уверены, что главная задача – это защищать местных жителей и их интересы. Качественное образование для молодежи и социальная помощь для пожилых – основной вектор работы. Учитывая сегодняшнюю власть, мы видим, сколько школ и сколько заведений учебных было закрыто. Учение – это свет, и, я думаю, болгарцы максимально поддержат Украинскую морскую партию в свете того, что проливается образование в народы. Поэтому, поддерживая таких людей, мы будем иметь в будущем цивильно образованное, грамотное общество. Решение первоочередных вопросов жителей многонационального юга Одесской области также среди приоритетных задач Украинской морской партии Сергея Кивалова. Именно выходцы с Бессарабии и Придунавья в рядах политической силы возглавят процессы по улучшению качества жизни в Южном регионе.